Приветствую друзья! Сегодня поговорим про самый большой станок в Советском Союзе и это токарно-карусельный станок К19М. Появился из полин в городе Сызрань на предприятии Тяжмаш. Другими словами, Сызранский завод тяжелого машиностроения в 40-е годы прошлого столетия. Чтобы проще представить размеры, скажу, что общая длина поперечины составляла 30 метров, ну а высота колонн примерно 8 метров. У станка были две планшайбы. Диаметр малой планшайбы составлял 6 метров, ну а большой 19 метров. Наибольший диаметр обрабатываемой детали находился в пределах 23 метров. Однако, чтобы обточить такое громадное изделие, существовало уникальное решение. Колонны станка максимально отодвигались и обработка детали происходила с помощью дополнительного мини-станка, который находился сбоку. Есть сведения, что в рабочем состоянии остались лишь два станка. Конкретно представленный станок использовался после Второй мировой войны для точения башен линкоров. Это происходило на большой планшайбе в 19 метров. А с середины 50-х годов станком практически не пользовались. Однако попытки запуска были предприняты в начале 80-х. До 2006 года к станку не подходили. А в 2006 году станок полностью реконструировали. Была заменена вся гидравлическая часть, вся электрика. Поставлено оборудование Siemens. Проложено порядка 50 километров в проводу. Поставлены мощные привода. Сейчас, после полтора года восстановительных работ, станок запущен. На станке работают люди с высочайшей квалификацией и причин этому масса. Сложность оборудования, бешеная стоимость изготавливаемых изделий, высокая точность изготовления. Да что тут говорить, только установка деталей и ее правильное позиционирование и закрепление может занять несколько смен. Механическая обработка может длиться несколько недель. Представьте, вы весь день выставляли деталь, отработали смену, устали, ушли в отгул на несколько дней, съездили в деревню к теще и так далее. Возвращайтесь, а та самая деталь все еще на станке и так бальяжно, степенно наматывает обороты. Непередаваемое ощущение.